Добрый день! Здравствуйте! Вы слушаете радио «Алмазный край» у микрофона Григориев Туди. И сегодня мы поговорим о замечательном летнем празднике, который отмечают народы по Волжье и их представители по всей планете. Будь то Финляндия, может быть даже Северная Америка, кто знает, поскольку представители этих народов встречаются, их можно встретить в совершенно разных странах, и в этих странах можно также отметить Сабантуй. Именно о Сабантуй мы сегодня поговорим, его обязательно организует татаро-башкирская община, с представителем которой мы сегодня и поговорим. Равиль Закиев в нашей студии. Равиль, здравствуйте! Рад видеть вас в нашей студии, ну и тем более вы еще и надо здесь добавить, что ветеран Ассамблеи народов Мирденского отделения и проводите этот праздник не впервой, поэтому хотелось бы вновь вас все равно спросить о истории этого праздника, Сабантуй, откуда он происходит, какие корни он имеет. Здравствуйте! Сабантуй – это у нас наших народов, татарских и башкирских народов, древнейший и древнейший праздник. Он появился, знаете, откуда? Когда заканчивается весенний посев, народ трудится, вот, закончили посев и праздник делают, чтобы был хороший урожай осенью. Я так понимаю, что даже так и переводится – праздник плуга. Да, это Сабантплуг, а Туй – это… Праздник. Да, свадьба называется. А, свадьба. Да, да, значит, свадьба плуга, да, праздник плуга, да, да, да. Вот, это древнейший-древнейший наш любимый праздник. Она везде есть, вот, у каждого народа свои праздники, но они называются только по-разному, по-своему, так ведь? Ну, вот, насколько я понимаю, в Татарстане все-таки и тогда, и сейчас весна приходит чуть пораньше, чем у нас здесь, и там он отмечался в апреле, верно ли это? Нет, апреля нет, в начале июня. В начале июня? Да, в начале, первая суббота в воскресенье в деревнях, вторая суббота в воскресенье в июне в районных центрах, а потом уже в столицах, третьей субботы в воскресенье. То есть вот так вот оно перетекало, сначала крестьяне, которые непосредственно на земле работают, потом уже прочие подключаются, подключаются, подключаются. Совершенно верно, совершенно верно. Ну и дальше теперь уже по всей России. На этой неделе, вернее, в этом году, на какое число выпадает Сабантуи в Мирлинском районе, когда будете отмечать? Мирлин будет 24 июня, начало 11 часов, в нашем любимом городском парке. То есть это открытый праздник? Открытый праздник для всего города. Все могут приходить? Все могут приходить, чай попить, национальные блюда, будем угощать, все эти бесплатно. Ну давайте как раз о традициях праздника и расскажем, потому что, ну какой национальный праздник без каких-то своих интересных особенностей, конкурсов, может быть, традиций или какой-то кульминации и особенностей, которые обязательно выделит этот праздник среди всех остальных? Да. В начале праздника, значит, в деревнях, ну и в советские времена, предколхоза, да, поздравляют всех трудоголиков, всю деревню поздравляют праздником. Ну им подарки делают, поздравления, вот, открытие сабантуетек начинается. А потом уже начинается концертная программа, концерты. Ну у нас после концертов уже начинается самый главный куреш, татарская башкирская борьба, куреш, это главный, вот. Вот. И кто занимает первое место, Батуру дает, значит, баран такой крупненький, ну и машина дает себя тоже. Ну это в Татарстане. В Татарстане, да, в Татарстане. Сейчас вот. Вся тоже даже иномарки дает, вот. Очень грандиозно проводится, да. Ну напоминает, кстати, СФ немного, тоже там борьба есть. В Татарстане совершенно верно, да. Ну это у нас, как называется, это праздник дружбы, праздник мира, вот. Праздник, ну, радости такой. Поэтому дружба, почему я называю, не только сатары-башкиры. Там все национальности участвуют. И русские, и украинцы, и узбеки, и таджики. То есть у нас сейчас будет сабантует, сейчас ассамблеи будут. Вот, поэтому все желающие могут прийти, приглашаем. Помимо борьбы, насколько я понимаю, там есть еще и... Гиревой спорт у нас будет, гиревой. Потом национальный уже будет вид спорта. Ну там перетягивание каната. Потом бой с мешками. Ну это такие интересные, интересные. Я здесь хотел бы уточнить, речь идет о Мирненском сабантуе. Да, да, это Мирненский мы делаем. Разбивание горшка, это и дети могут участвовать. Ну там еще другие-другие, многие будут интересные игры. Бег с мешками тоже вот интересный очень. Еще одна очень важная часть любого праздника, это кухня. Особенно если говорим и о национальных праздниках, традиционных праздниках, имеющих глубокую историю. И здесь обязательно гостей, насколько я понимаю, тоже угощают чем-то. Ну могут как минимум предложить угощение в данном случае. Совершенно верно, совершенно верно. Наши девушки сейчас, наши женщины готовят чак-чак, шпчмак, баурсак, ну и другие. Ну и чай, обязательно национальный бюллет, значит, там... То есть вот эти вот хороших... Угощать будем, да. Хорошо известны. Все эти бесплатно, да. Да, и еще, кстати, по поводу маленьких конкурсов. Я вот помню то, что еще в начале 2000-х, тогда, по-моему, еще президент Путин, побывал на одном из сабантуев, и там нужно было достать монетку, по-моему, из сметаны. Что такое? А, да-да-да, но это очень интересно. Значит, такой тазик, там тазики полностью кефир или сметану, в основном кефир. Туда монету бросают. И надо, зубами надо, вот, найти туда нырнуть, и надо найти. И Ельцин тоже приезжал, и Путин приезжал. Это очень интересно. Там очень интересны многие-многие игры. Друг другу еще кашу кормят, завязывают глаза, садятся друг к другу, и вот кашу кормят. Кто кому-то уши, кто-то куда-то в лоб. Тоже очень интересно. Ну, есть разные праздники в нашей стране. Вот, допустим, Сагалган у Бурят. Там у него история была такая, то, что в советское время немножечко он как будто бы поджимался, ну, по понятным причинам. То, что, казалось бы, религиозный немного праздник, с Абантуем, его история как-то менялась, опять же-таки, зависывала ли она от перехода там власти, не власти, новых каких-то времен, старых. Нет, она не менялась. Она не менялась. Ну, до революции там считали, молитвы считали, да, этот. Она не менялась. Ну, была запрещена спиртного, вот это. Ну, потом уже в советское время, там, сами знаете, там уже по-другому. Она не менялась. А с Абантуем она останется, как было, и так останется с Абантуем. Вот, поэтому во время войны... Почему вот у нас татаров есть такое слово, да, пословица? Нам, татарам, все равно хоть Абантуем, хоть война, да? Почему? Именно Абантуем эти времена проводили 21-22 июня. Люди... Вот мой отец рассказывал. Мы говорим, боремся. Отец у меня чемпион был, борец. Он говорит, боремся, и объявляют, началась война. И все, и с Абантуем люди на войну уходили. Сразу же? Да, 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 поэтому... Ну, что ж, я так понимаю, что в любом случае людей, которые придут в эту пятницу, 24-го числа, их будет ждать веселый праздник, безусловно. Их будет ждать, мы повторимся, конкурсы. Их будет в субботу. Я, кстати, оговорился, 24-го суббота. Суббота будет, да, да, да. Кстати, а во сколько начало? 11. В 11 утра в городском парке. В 11 начинаем, да, открытие, ну, там с 11 до часа вот это культурное мероприятие, концерты, вот. А потом уже с часа там, дальше переходим в спортивную площадку, и там уже борьба, гири, бой мешками, перетягивание каната и другие-другие у нас игры будут. Ну что ж, уважаемые слушатели, я напомню то, что мы говорили сейчас о национальном празднике, который отмечают народы по Волжии, причем его отмечают сейчас по всей России. Речь идет у нас о Сабантуе, это национальный праздник татаро-башкирской общины. Ну, не только, кстати, татаро-башкирская община, имеет он корни интересные, в том числе и в Чувашии. И в Мирном его отметят, повторюсь, 24 июня. В 11 утра в городском парке можно будет прийти, посмотреть на те самые конкурсы, посмотреть, чем богата татарская кухня, попробовать ее. Это тоже очень важный момент, на мой взгляд. Ну и просто, опять же таки, хорошо, здорово провести время в отличной компании. Напомню то, что нашим гостем был сегодня Равиль Закиев, представитель татаро-башкирской общины, который рассказал нам об истории этого праздника и о том, как его будут отмечать в Мирном в этом году. Равиль, большое вам спасибо, что пришли к нам в гости. Ну и, конечно, желаю удачи вам и вашим товарищам, вашим землякам, во-первых, хорошо отметить Сабантуй. Дорогие дети, я вас приглашаю. Я в детских школах вступаю, в детских садиках, они меня помнят. Приходите, пожалуйста. Для вас сладостей. Вы же знаете, я еще и фокусы показываю. Я очень хорошие фокусы вам подготовил. Приходите, все бесплатно. Будем радоваться вместе. Будем ждать. И взрослых, и детей. Добро пожаловать на наш Сабантуй.